Футболисты местные какие, ха-ха-ха Ёханый бабай, как я соскучился по такой обычной жизни, когда нет никаких проблем Мелкий больше вот это... ГОЛ! Кто там кому гол забил, я не видел, Рикардо! Эх, какой молодец! Я уже соскучился по обычной жизни, когда просто сидишь, кофеёчек попиваешь, вот это за футболом наблюдаешь Мелкий тащит со своей командой, а ты ничего не делаешь Нет уже никакой красножопой ветрянки, нет уже никаких франкенштейнов, маньяков и вот всей вот этой нечисти Ещё один гол! Да вы там с ума сошли что ли? Куда вы так тащите? Мелкий выходит вперёд, Мелкий сейчас оформит хет-трик Мелкий уже забил два гола, его... И Ваня выходит с ворот! Мелкий бьёт в ворота, Ваня берёт биту в руку, фигачит мелкого два раза по башке Три раза по... Пссс! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Не-не-не-не-не-не, ребят, не-не Когда мы играем в футбол это значит, что мы в футбол играем Выкинь биту, Ваня, выкинь биту прямо сейчас Мелкий, бей пенальти Это сейчас Пенальти! Ваня на ворота, Мелкий бей пенальти bubble Два закрятых врага Мелкий по писяка И Ванчос Пропердос Кто кому забьет Кто кому пробьет Кто кого выиграет Мелкий ты готов Все вот эту мужскую силу в руки возьми И давай бей Го Вот ты Ванчос Лохопедина настоящий Это в сухую Это 3-0 просто вздрючили вас Все ребят сами не интересно наблюдать Это еще скажите спасибо то что я в команде Не был я бы вас тогда вообще вот это Глы 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 бы вам сделал Все продолжайте играть Степа мелкий сюда Я предлагаю вам всем отметить Вот это дело Жопа жизненная жопа в жизни то уже закончилась Нет никаких проблем Можно ходить по городу Можно гулять Я вам предлагаю устроить прям тусу Позвать телочек Вот это только Кате не надо говорить Всем телочек кроме меня и кроме Степы У Степы как бы тоже жена есть у меня Вот это Кате А только мелкому телочек надо вот это позвать Че ты экаешь Че ты экаешь Я сейчас Ритке скажу что ты телок хочешь Ритка тебе по башке она дает А вот именно не надо Сейчас Генку позовем Потом пойдем в мой ресторан Только в моем ресторане еды нет Может на дом еду закажем В плойку там порубимся Плейстейшн 4 телек посмотрим А кстати подожди А где Генка Я его уже последние два дня не видел А Да он наверное опять это По помойку нюхает Кого? Тебе мне что по башне стукнули Какую помойку нюхает Ты че несешь Степа? Ну так он же это Сейчас бомжует У него нет дома Где он еще может быть? Аааа То есть он сейчас вот там Где я увидел в последний раз Он до сих пор там живет Ладно ребята Тогда давайте сюда за мной Гена! Ёханы Я совсем забыл То что Эхэм Не-не-не, ну там мы пришли, мы пришли, чтобы спросить, давай рассказывай, как у тебя дела в жизни, чё, как, и вот это, вот всё. Я тебе сейчас реально вмажу. Нет, Гена, мы вот так, мы не разборки, пришли сюда устраивать, ты давай расскажи, чем занимаешься в последнее время, мы просто переживать за тебя немного, вот это, на, 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 ген, ген, гена, геночка, геночка, это шутка, это, мы наоборот сюда пришли, чтобы тебе помочь, мы тут тусу хотим устроить, вот вчетвером. Может чё, Рикардо позовём, но это не точно, мы, мы видим то, что ты тут грустишь, ну, Гена, какие, Стёпа, мы не бухаем, ты чё за дичь-то несёшь, максимум кофе, гена, ген, ген, мы знаем, как тебе сейчас сложно в жизни, ты, ты бомжарь, проклятый, вообще ещё тот, как, как Стёпа сказал, ты тут вообще помойки нюхаешь, ты думаешь, нам тебя не жалко, учитывая то, что ты почти мой лучший друг на третьем месте, сначала идёт мелкий, потом Стёпа, потом, может быть, Рикардо ещё немного, потом, кстати, бомжара, Ванчос, в принципе, тоже неплохой пацан, ну, ты где-то в топ-10 списке точно один из моих лучших друзей, ну, ты же почти 60 лет почти, ты чё плачешь-то? Подойдите все сюда на секунду, кроме тебя, Гена. Стёпа, я давно это хотел сделать, ещё в предыдущей серии или позапредыдущей серии, когда я узнал то, что Геночка всё же бомжарь. Сгоняй, пожалуйста, на своём вот этом мопеде в соседнюю деревню и притащи сюда риэлторку. Давно надо было Генке подарок сделать. Хату личную купить. Он же сколько раз он меня в жизни выручал. Пришло время и его выручить. Ладно, Генка, ты тут это, посиди в своей вот этой хате, там, супчик свари, я не знаю, телевизор посмотри, хотя у тебя здесь вряд ли... Ну, ладно, мусорку понюхай ещё раз. Мы скоро вернёмся. Всё, сиди здесь, скоро тебе будет подарок, Геночка. Ты, главное, не грусти, хорошо? Мелкий, ты-то со мной согласен? Мне кажется, ну, надо же помочь вот этому, надо помочь Геннадию Петру. Опять вы мелкий. Быстро сюда, вперёд, давай, быстро. Если что, я служил, мой папа служил, я к армии вообще не причастен. Они опять вернулись, они опять вернулись. Мелкие, это те, которые тогда приходили в армию, тебя забирать, но я тебя вроде отмазал. Так, сейчас они сто процентов пришли за мной. Ну, 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 не, ну, ну, не, ну, не, ну, ребята, я же вам в прошлый раз сказал, когда вы за мной пришли, у меня дедушка служил. Это значит, что я служить вообще как бы не должен. А вообще, знаете что? Я у мамы принцесса, а принцессы в армии не служат. Не, не мелкий, не прокатит. Слушай, может мы договоримся, как бы, не, я, вот, может быть, наверное. Ну, давайте, ребят, вы там служите отечеству, служите народу, защищайте родину. У меня немножко другие планы в жизни, я в армию как бы не хотел. Вот, пошли, пошли мелкие за мной. Как вы меня уже достали? Мужик, ты там адекватный! В смысле мы тебя достали? Мы-то что плохого? Какое плохое зло в жизни-то сделали? А-а-а, подожди. А-а-а! Так, так, это же банкир! Ха-ха-ха-ха! Я, пердый театр! Так, подождите, вы, вы не из армии? Вы, вы охрана банкира, получается, да? А-а-а-а! Ну, так, слушайте, ребята, а давайте в следующий раз, перед тем, как пугать меня до усрачки, вы сразу же скажете то, что вы охрана, а не из армии. Хорошо? Пошли давай, мелкий. Слушай, еще один прицеп бабок. Да у меня дома уже 4 прицепа. У меня здесь прицеп. У меня еще, кстати, на кухне один прицеп. А-а-а... Он что, еще один прицеп тащит? Банкир! Может, хватит? У меня в гараже столько места нет, чтобы бабки все поместить. А вы случайно банк сменить не хотите? Да не! И этот меня вполне устраивает, все нормально. Я заколебался ваши деньги в прицепах таскать. Банкир, спасибо огромное за такую помощь, но я реально в следующий раз как-то сам справлюсь. Это был последний раз. До свидания. И-и, давайте последний раз вот это вы охрану свою сюда притаскиваете, то я реально уже за последние серии 15 раз 20 обосрался. Хорошо? Все, давайте хорошего бизнеса, бабкирского. Тащи, мелкий, тащи. Все, все, спасибо солдаты за помощь. Тащи, мелкий, в гараж. Давай, прицеп затаскивай быстро. Давай. Давай, 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 давай. Не обосрись, главное. Тяжелый как бы. Опа. Господи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть прицепов. Слушай, мелкий, мне кажется, Илья немножко миллиардером или миллионером стал. Еще дома один прицеп у нас в кухне находится. Ёберный театр. Так, закроем на всякий случай, чтобы никто не старотейбзил. Тогда давай сейчас быстро в центр. Степа уже должен был притащить сюда риэлторку. Пойдем и купим Геночке какую-то квартиру. А что он реально как бомжар на улице до сих пор сидит? Опа. Ну ты быстро, конечно, Степа. Молодец, молодец. Здравствуйте, здравствуйте, риэлторка. Здравствуйте. Давайте ближе к делу. У меня времени мало. Ну тогда в двух словах. Нам нужна одна комната и хата для нашего почти лучшего друга, который живет сейчас на мусорке. Просто обычная, просторная, хорошая хата для холостяка. Мужику примерно лет шестьдесят скоро помирать, но все же как бы жизнь надо дожить в хорошей хате, не на мусорке. Все, все очень просто. Ну, есть, есть у меня один хороший вариант. Пройдемте за мной. Ну тогда пошли, давай, мелкий. Мы сначала отметим то, что в городе все стало нормально, потом отметим новоселье Геночке. Слушайте, пацаны, мне кажется, мы ближайшие две недели только отмечать будем, да? Этот дом? Что-то он мне напоминает. Я здесь... Мы здесь бывали раньше, мелкие? Я не помню. Бывали? Нет. Плакат говорит нет. Ну нет, значит нет. Ладно. Пройдемте. Давайте за мной, только не толпитесь. Пройдемте. Пройдемте. Наташа Соска. Вас Наташа зовут, риэлторка? Если да, то вам здесь послание. Ладно, давайте. Проходите, давайте, проводите нас. Хорошая. Однокомнатная квартира в порядочном доме с хорошим подъездом. Наташа Соска. Это хороший подъезд? Проходите и смотрите сами. Ну давайте посмотрим тогда, что за хата мечты будет у нашего Геночки. Извините! Риэлторка! А если покупать эту квартиру, она сразу с двумя жильцами идет. Это как в придачу, в подарок. Вот этих два бомжара, это как два новых соседя. Да, будет или что? Нет, нет. Они здесь не прописаны. Я не знаю, кто это. Обосраться. Подождите. Ну, мне кажется, один из них точно Вова. Потому что как бы Вова лох получается. Кто-то из вас Вова! Подождите. Это что означает? Если мы покупаем эту квартиру, Гена переезжает сюда и он должен будет с ними жить? Или все же они отсюда съедут? Ну, если вы сможете их прогнать, то тогда нет. Не с ними, будет сам жить. Ёхали! Бабань, да выключи этот шармавку уже свою! Все! 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 Хватит! 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 Все! Заколебай! Вы так тоже! Подождите. Пока эта квартира продается, пока она ничья, тут живут бомжари что ли? Ребят! Вам скоро отсюда тю-тю-тю надо будет! Сюда Гена переедет! Если, конечно, переедет. Слушайте. И скажите мне, пожалуйста, сейчас. А сколько вы хотите бабок за эту квартиру? Мне просто очень интересно. Четыре стака золотых монет. Губа не дура, да? Как говорится. То есть у нас тут все стенки описаны. То, что Вован Лохопутц вот это с большим пальцем. Да, вот это. Тут бомжари живут, сидят там, где не надо слезть оттуда. И вы говорите, четыре стака? Четыре стака? Может, давайте все же два с половиной, а не четыре? Доллар нынче поднялся. Кризис в стране. Ладно, ребят, вам повезло. Можете здесь еще пока жить. Мы подумаем. Риэлторка, пошли Степа, пошли Мелкий. Нифига себе зажрались. В полуразрушенном доме. Ты опять через окно выпрыгиваешь, Мелкий. В полуразрушенном доме, где никто не живет с танцующими бомжарами. В этом... Ну, ёперный театр. Ладно, спасибо огромное за помощь. Если мы надумаем, мы вам обязательно позвоним. Но, скорее всего, нет. Только время мое потратили. Зажрались, конечно, свиньи. Да, нынче квартиру по адекватной цене в городе ютуберов и не купишь. Ладно, тогда надо сообщить грустные новости Геночке. Кто хочет. Давай это будешь ты, Степа. Все, побежал и скажи то, что сюрприз у нас сегодня не получился. Слушай, Мелкий, может мы тогда Генку к себе приютим? У нас двухэтажная хата, он пока на твоей кровати поспит. Ты, может, там на полу можешь переночевать или со мной, я не знаю. А, Мелкий? Ну, хорошо, давай тогда через пару серий, может, мы ему купим какую-то квартиру получше? Сейчас давай пойдем, не скажем, пригласим Генку. Че, реально, пускай поживет у нас. Сидит на улице, воняет реально уже за километр. Вот нюхает помойку, как Степа говорит. Ну, это вообще не дело. Гена! Тебе Степа уже сказал? А где, кстати, Степа? Где Степа сказал тебе? Какой Степа? Наш Степа, усатый вот этот. Сказал тебе же, или его здесь не было, или че? Его здесь не было. А где он тогда? Ладно, иди сюда, подойди сюда, Генка. Тут, короче, такое дело, Гена. Мы тебе сюрприз хотели устроить, но, увы, не получилось. Как сказала риэлторка, кризис. Кризис в стране. Доллар подорожал. Мы ходили туда, в центр города. Нашли, кстати, нормальную хату в новостройке. Там еще в поездке, кстати, было написано то, что Наташа соска. Но я в душе не чаю, кто такая Наташа, честное слово. Я вижу, ты друзей себе новых нашел. Или че? Боже, помои! Слушайте, ну, ребят, давайте мы отвлекаться не будем. Пускай там Степа развлекается. Короче, хотели сделать подарок. Перда, как обычно, ничего не получилось. Хотели, чтобы ты жил, но, оказывается, жить ты больше не будешь. Ну вот, получается, пойдёшь ко мне и жить там будешь. Но в квартире, где бомжи, жить не будешь, получается. Я вообще ничего не понял, но ты очень интересно рассказываешь. Я говорю, жить к нам пойдёшь? Ну, чтобы не на улице бомжевать. Стёпа, ну хватит с собачками играть. Ну отстань ты от них, чё ты вот это пристал так? Иди сюда, мы тут гений жизнь спасаем. Стёпа! Ну, Стёпа чё-то вообще какой-то неразговорчивый получается сегодня. Завёл себе трёх собак, да, и сразу крутым стал. Вот если бы я себе в жизни собаку завёл, я бы тоже, наверное, со своими друзьями перестал бы разговаривать. Но это как-то не по-человечески, мне кажется. Короче, эм... О, ты уже тут? Пидорки! Вы меня можете спасать, а нет? От чего тебя спасти? Стёпа! Стёпа, так это... Это не твои новые друзья, получается? Это не мои собаки, это волки дикие, они с леса пришли! Это не его собаки, вы слышали? Чё, чё вы тогда стоите? Вот это руки в ноги, ноги в руки побежали, чёрт твои бабушки! Ёханы, ты, бабай... А ты сразу сказать не мог, что это не твои собаки. Я уже завидовать начал, что ты себе трёх собак... Так, давайте... Опа! Вот, забирайте, забирайте, забирайте! Мелкий, прыгай куда-то, запрыгивай на лошадку! Или прыгай на баскетбальное кольцо, давай прыгай! Ёханы, бабай, Стёпа, стой вот там на фламинго и не спускайся! Я за 200 серий жизни ютубера с собаки ни одной почти в городе не видел. Ты где трёх волков-то нашёл, Стёпа? Да я на мусорке почти целый гамбургер нашёл. Думал, ничего и хотел себе забрать. То есть, ты с собаками за гамбургер на мусорке подрался? Ты добил! У тебя что, еды в холодильнике нет? Какой гамбургер? Да-да! Ёханы, ты бабай! Ребят, ну это хорошо, что ты гамбургер собакам, волкам вот этим не дал. Но сейчас они тебя в гамбургер превратят и тебя сожрут! Слушайте, пёсили, из нас всех здесь самый вкусный Стёпа. Давайте вы его тогда на ужин себе заберите, а мы спокойно отсюда уйдём, и вы нас трогать не будете. Хорошо? Ага! Вот и договорились! Стёпа, ты не бойся, они тебя всего лишь пару раз укусят, и всё. Максимум руку тебе правую откусят, но жить будешь. А вы чё смотрите, балбесы? Вот это руки в ноги побежали отсюда нафиг. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»